Так, нам надо поворачивать налево. Красивая такая. Стел, назовем ее так. Земли колгоспу имени Шевченко, села Бобриця. Молодцы, на века поставили. Фундамент крепкий залей. Или Бобриця. Бобриця, наверное. Бобриця как-то бобрами отдает. А Бобриця тоже бобрами. Ну, более поэтично. Через километр приблизительно будет центр этой Бобрицы и река Бобриця, которая впадает в Днепр. Мы ее будем пересекать. Вот. Речка. Устья, конечно, у нее широкая здесь. Дальше она будет маленьким рачейком. Бобриця. Техническое училище. Села Бобриця. Все. Полный лес. Ну, это конструкция еще как-то держится. Вот. Техническое училище. Сейчас посмотрим на него. Вот само здание. Когда-нибудь весь мир придет. Такое вот запустение. Я в этом нисколько не сомневаюсь. Общежитие, видимо. Общежитие. Или нет. Это загадочное. Похоже на общежитие. Общежитие чего? Ну, оно может быть уже не связано с техническим училищем. Вывески нет. Это непонятно, что такое. Здесь готовили механизаторов пути и прочий пролетариат. А пролетариата больше нет. Вот так вот раз объявили декретом, нет больше пролетариата. И все. И пролетариат исчез. Также декретом объявят, нет больше прогресса. И прогресс исчезнет. Прогресс был вредной выдумкой неверующих людей, атеистов. А мы теперь верующие. А ведь точно все будет. Все будет завершено какой-нибудь огромной теографией. И этот, все наши идеологи смеются, конечно. Религиозный какой-нибудь. Вот интересно. Множество людей думает, что социализм в лице Советского Союза спиткала такая участь. Потому что он делал какие-то ошибки. Вот он делал какие-то ошибки. И все, и развалился. А если вот попробовать заново и ошибок не делать, то как бы крепко все и здорово стояло. Ага. Это все равно что говорить. Человек умер, потому что он пил виски много. Или курил сигары много. Или любил женщин сильно. А вот не любил бы он женщин, не пил виски, не курил бы сигары. И благополучно бы жил и жил без конца. Ага. Были и такие, которые всего этого, все это обмянули. И благополучно скончались. Поэтому споры о том, что есть причина и что есть следствие, очень загадочная вещь. Люди как-то верят, что есть причина и следствие. Но есть над всеми причинами и следствиями могучий и непостижимый закон в жизни. И он гласит, что все умрет. Ну вот умрет. Всякая идея, всякая идеология, всякая хрень, за которой так держатся. И говорят, ну это-то точно нас не подведет. Это уж верный выбор. Это уж счастливый билет. Тут-то уж ничего не будет и все подведет. Но каждый изм любит проразглашать себя последним. Все, мы завершение истории. Эпоха счастья. А кто у меня несчастлив, тому лучше закрыть свой рот. И помалкивать тряпочку. О, пушенок. Вот это мне нравится. И дверь на такой старинный. Замок заложен, как он называется, я забыл. Это укусина. Так, еще плетки наши делали, закрывали. Болт ставили. Закручивали его специальным ключом. Тут тебе с помощью электронного хака дулю отомкнешь, придется потеть. Хакнуть невозможно. Сейчас говорят, все можно, компьютер. Попробуй хакнуть такой самой, компьютером своим. Как бы не так. О, грушки даровые. А даровые так они слаще покупных. Но не очень по виду-то. Грушки. Что же такие? Неказистые. Это сорта железные. Груши железные. Я думаю, что за странная дорога. Такая широченная, так крепко сделанная. Это еще советская. Может, думаю, она отливалась поверху старой мощеной камнем дороги, но слишком широка. И вдруг я понимаю, по этой дороге подвозились материалы для строительства Каневской гидроаккумулирующей станции. Все правильно. Вот мы так до озера Бучак по такой дороге и будем ехать. Это был 1984 год, по-моему, когда строительство начали. Первым делом подъездные пути сделали. Вот им сколько лет можно посчитать. 35 лет, да? 35 лет этой дороги. А в неплохом состоянии. Я настроился на такой шеносовский сейчас лад. После того, как какие-то мрачные настроения охватили меня при виде заброшенного техникума и вообще такой упадкой. И потом к этому присоединились некие воспоминания личные. Это уже большой кусок истории прошел перед моими глазами, когда я был в сознательном возрасте. И я задумался, почему упала советская власть? Почему упала советская власть? И сам усмехнулся, поскольку мой предыдущий монолог как раз и был нацелен против бессмысленного искания причин. Я засмеялся, но все же вопрос от этого не развеялся. Да, бессмысленно. А почему нельзя заняться чем-то бессмысленным? Поискать бессмысленное. И вот в поисках бессмысленного я нашел некое утверждение. Она, конечно, пала потому, что много запрещала. Вот запретительный ее пафос и стал как-то многим не по натуру. Хотя для кого-то все эти запреты мало что значили. Они их не воспринимали, поскольку искания в какую-то такую сторону запретную не было никогда. Они себя жили, их многое устраивало. Я имею ввиду последние десятилетия. И они видели в этой жизни какие-то перспективы. И верили в то, что она, эта жизнь по-своему справедлива и правильна. Вот для них, да, это был удар. Как это вдруг какие-то там непонятные силы вдруг начали валить все то, что им было привычно и в некоторой степени даже дорого. Они даже до сих пор с этим не согласились. Хотя ходят там на выборы, имели какие-то предпочтения и много передумали. Но все равно в этом их ничто не может переубедить. Хотя, впрочем, и эта мысль тоже муть. Добрались мы до самой высокой точки. Вот она там за нами, в 100 метрах. Сплошной был подъем на много километров, но очень пологий. Теперь будет спуск. Справа будет поворот. У меня эта маршрутная точка значится как территория недостроенной Каневской гидро... Видимо, аккумулирующей, так будет правильно? Я не проверял, но чувствую, что не аккумуляторной. Наверное, аккумулирующей электрической станции. Там они почти ничего не успели построить. Насосные залы, по-моему, не были снабжены оборудованием. Если что-то, что есть, то какой-нибудь каркас невысокий. И мы поедем сразу... Не хочу я сворачивать эту территорию направо. А мы поедем сразу к озеру Бучак. Не знаю какого, но происхождение карьерного. Вот, то есть искусственного или естественного. Это озеро должно было быть резервуаром. Аккумулирующим воду. Вообще идея гидроаккумулирующих станций заключается в том, чтобы ночью, когда в сети есть избыток электроэнергии, потому что ночью потребление это предприятие и домохозяйство резко снижается. И вырабатываемую электроэнергию девать-то некуда. А мощность генерирующей станции атомной и даже тепла быстро уменьшить не получается. Поэтому хорошо бы ее как-то использовать и запасти. И вот эта Каневская, где должна была в какой-то мере тут локально решать эту задачу. И нам туда, к Днепру, а нам сюда. Вот, ее мощность была не такая уж и маленькая. Ночью насосы качают воду в озеро, а на следующий день в пиковые часы, когда большой спрос на электричество, вода спускается по тем же трубам вниз, а насосы превращаются в генераторы. Мы уже приблизительно в полукилометре от места назначения. Ну, дорога становится разбитой. Ну, хоть основание у нее гравильное, хорошо. Ага, пошел спуск. Здесь где-то недалеко есть гора Лысуха, следовая точка местная. Сейчас мы справимся. Да, вот Лысуха. Приблизительно 500 метров до ее вершины. Посмотрим, спрятать вил или как-то. Отложить до завтра. Ничего я здесь не нашел. Не понимаю даже, где искать. Видимо, у меня точка неправильно поставлена. Геотек. Зачем-то здесь снимали грунт. И оголели корни дубов. Молодых относительно. Зачем? Вот что натворили. Ушка крутится вовсю. Ничего не понятно. Возили почву плодородную. Да. Но не все вывезли. Вон какие. Куча осталась. На огромном пространстве здесь вынимали грунт. Вот что делали. Никого не пожалели. Дубы падали. Конечно, это хищническая выемка. Грунта. Плодородного слоя почвы. Никакая другая. Таня. Мы как-то зацепились за жизнь. вынесли это все скажем честно есть приятно здесь мощная техника работала что делало словно траншея руками вот этот дуб обмянули неужели нанимали людей рабочая сила дешёва ничего и не нанять